Италия, чуть севернее Рима, 4 мая 2014 года. Одно из будущих мест паломничества людей, которые в принципе занимаются и думают о своем здоровье. Место называется очень интересно Чинкветьеры, то есть 5 городов. Вы знаете, на берегу одной из бухт было 5 небольших деревушек, которые в принципе сейчас развиваются как центр паломничества людей, которые думают о своем здоровье. И если многие из вас, глядя на пляж, скажут, что сейчас не сезон, знаете, вы очень серьезно ошибаетесь. Потому что именно сейчас самый лучший сезон для тех, кто думает о своем здоровье. Почему? Ну, когда вы находитесь в тех условиях, в которых вы живете, достаточно интенсивно работаете, не всегда правильно питаетесь, не всегда вовремя отдыхаете. Конечно, ваш организм устает, он требует отдыха. Что вы делаете, приезжая в подобное место? Вы много отдыхаете, вы много купаетесь, много загораете. Ну, и считаете, ну, питаетесь, как питаетесь. Что в таких условиях делает ваш организм? Понимая, что в принципе наступила передышка, он начинает самоочищаться. И у вас появляются так называемые бальнеологические реакции. То есть это реакции, когда ваш организм сбрасывает грязь наружу через различные органы и системы. А у вас обостряется гастрит, бронхит, кожная патология, заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые, гипертонические кризы, ВСД обостряется. У мужчин простатит, у женщин мастопатия. То есть весь тот набор, который у вас тихо дремал в тех условиях работы, когда вы не давали ему возможности активироваться. Сейчас вы спустили все это дело. И все, конечно, уникальное. Здесь действительно очень чистый воздух. Ну, если вы видите, чистая вода достаточно. Побережье, если так присмотреться, несколько рыбацких деревушек. Там, видите, по берегу, к сожалению, против сильного света я не вижу. Но думаю, что вы это все видите. Солнце немножко слепит. Практически зеленое побережье видны кирпично-красные цвета. Это деревушки, это дома небольшие, в которых очень комфортно. И прямо на берегу моря. Море и воздух великолепные здесь. Погода прекрасная. Природа великолепная. Основное средство транспорта – электрический поезд. Может быть, вы его услышите во время видео. Второе по месту, ну, конечно, это автомобильный транспорт. Но автомобилей практически нет. Какая-то, считай, заповедная зона. Третье место – это, конечно, морской транспорт. Ну, гидросамолеты я здесь еще не видел. Катера прибывают. Ну, и, пожалуй, все. Вертолетных площадок тоже не видел. Место прекрасное. Место шикарное. И отдыхать нужно именно не в сезон, если вы не готовились. Потому что море и фактически свои температуры будут сдерживать ваше активное самоочищение. Если же вы любите отдыхать, когда море тепло, зашел и ходить, вот тут вам нужна хорошая подготовка. По той простой причине, что в этих условиях ваш организм начинает выбрасывать кучи тонны грязи из себя, самоочищаться и возникает серьезнейшая проблема. Вместо того, чтобы оздоравливаться, вы начинаете лечить различные заболевания. И те, которые я перечислил. И те, которые я не перечислил в этом коротком видео, потому что их 30 тысяч. Одно перечисление мы в сутки с вами сидели бы. Знагобедятого пересмотра. Это международная классификация болезней, которую пересматривали в конце прошлого века. И больше не пересматривает, потому что понимает, что список будет серьезно расширен. Так вот, для того, чтобы вы с этим не знакомились, вам нужна правильная подготовка к отпуску. И это не день, не два. Это не собрать вещи и оплатить путевку. Это процесс, который растягивается для людей, которые ведут здоровый образ жизни на недели, не месяцы. Да, вам нужно готовиться к своему отпуску, чтобы тут отдыхать реально, восстанавливать здоровье, укреплять свой иммунитет и вернуться опять на работу. И плодотворно поработать. Чем если вы приедете сюда и начнете лечить, то, что вам абсолютно не нужно лечить. Вот это вы можете добра избавиться дома. Поэтому, если вам нужно чуть больше информации, не вопрос, контакты вы видите. Если ваши друзья собираются с вами поехать, вот, эффективная проблема, эту задачу, связаться со мной по скайпу можно из любой точки мира, где есть интернет. А интернет сегодня есть, ну, практически везде. Поэтому проблем нет. Проблема в одном. В вашем желании быть здоровым, а не казаться. И быть здоровым все время, а не приехать куда-то, оздоровиться на короткое время или рискнуть своим здоровьем и вместо отдыха получить лечение. Вместо профилактики получить обострение болезней. Если слышите, это вот то самое средство связи, электричка. Вот. Поэтому, если вас интересует ваше здоровье и профилактика, не вопрос. Вы можете подписаться на мой канал и просмотреть другие видео на эту тему. Ну, а я со словами, привычными вам уже, наверное, подписчикам канала крепкого здоровья и разумного к нему отношения, буду это видео заканчивать. И подумаю, что еще написать в этих шикарных условиях. До новых встреч на моем канале.